В парке имени Льва Толстого хлеба и зрелищ хоть отбавляй. Пока одни химчан развлекают артисты-брэк-дансеры и Дед Мороз-акробат, другие танцуют и водят хороводы под знаменитые советские и русские народные песни, а также угощаются соленьями. Гостями фестиваля стали заместитель главы города Ирина Теслева и депутаты Совета депутатов Галина Болотова, Юлия Яшкова, Валентин Герасимов, Артур Каримов. Сегодня у нас поистине народное гуляние в рамках проекта «В химках вкусно жить». Радостно, что производится вот такая вот ярмарка с оленей. Здесь каждый житель химок может прийти попробовать ту или иную продукцию, которую местные фермеры выставляют, местные рестораторы. Химчане приняли участие в конкурсах на лучший соленый огурчик и на скоростное квашение капусты. Победители получили призы и благодарные отклики горожан. Наши жители, особенно старшее поколение, очень хорошо умеют делать разные маринады и соленья и всегда готовы ими угощать и поделиться. И я думаю, что январская сказка и зимний период – это как раз самое подходящее время, чтобы попробовать угостить и даже выбрать победителя среди наших уважаемых пенсионеров и нашего старшего поколения. И, конечно же, в прекрасный выходной день провести время со своей семьей в нашем любимом парке. Угощали гостей фестиваля также пловом, сыром и медом национальной диаспорой из Таджикистана, Адыгеи и Башкирии. Гастрономический фестиваль – инициатива жителей. В рамках проекта «Химки. Интересно жить» горожане неоднократно предлагали идеи по развитию внутреннего туризма с целью сделать Химки еще более привлекательным и самобытным. Инициативы поддержали глава города Дмитрий Волошин и депутаты. Новый год прошел, а празднование продолжается. Ну, вообще соленье, на самом деле, это, знаете, перед Масленицей самое то, отведать, попробовать. Вот, ну, мы вообще любим гуляние зимние, поэтому, соответственно, зрение отличное. Гастрономический фестиваль в Химках «Вкусно» прошел в городском округе во второй раз. Он организован в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова